Приветствую вас также, дорогие братья и сестры, и в продолжении нашего служения мы прочитаем место, которое описывает события, о котором мы сегодня вспоминаем, в Евангелии от Марка, 9 глава с 1 стиха. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделали с блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий тебе одну Моисею, одну и одну Ильи, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глаз глаголющий, сей и сын мой возлюбленный, его слушайте. И внезапно посмотрел вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. Дорогие братья и сестры, знаете, это удивительный праздник, который мы сегодня отвечаем. Но как бы стоит такой вопрос для каждого, может быть, из нас, и лично вот как для себя, да. Почему мы отмечаем этот праздник? Ведь, знаете, когда мы отмечаем какие-то другие праздники наши христианские, то они непосредственно связаны с нашим искуплением. Если это рождение, мы начинаем, то мы говорим, что это связано вот в мир послан, да, Бог. Если мы говорим о таком празднике, как Пасха, тоже понятно, это то, что сделал Господь ради нас, да. И много, вот мы сколько праздников, если каждый посмотрим. Что в этом празднике? Почему мы его отвечаем? Это понятно, что это видение было очень чудесное. Это было очень великолепно, то, что видели ученики. И вы знаете, ученики помнили это. Вы знаете, вот очень удивительно, когда мы с вами уже приходим в послание апостола Петра, то посмотрите, во втором послании, в первой главе, посмотрите, уже гораздо позже прошло много времени, и Петр пишет такие слова. Ибо, это первая глава 16 стиха, «Бы мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сея, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». «И этот глаз, принесущийся с неба, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Знаете, удивительно, когда мы читаем послание Иоанна, то Иоанн опять-таки говорит об этом, и он заявляет о том, что «мы видели свет», он говорит. Знаете, очень удивительно, два ученика, которые остались, потому что Иаков, ученик, он первый пострадал из учеников, он принял смерть, и мы не имеем никакого послания от него. То послание Иакова, которое мы имеем, это послание брата Иисуса Христа, но не ученика. И вот очень удивительно, да, эти двое учеников, оставшиеся в живых, Иоанн и Петр, они говорят об этом событии. Они помнили это событие. И вы знаете, это очень удивительно. Вы знаете, еще на что хотелось бы обратить внимание. То, о чем мы с вами прочитали, это произошло до смерти Иисуса Христа, до Его страдания и до Его смерти. Но что удивительно, когда мы с вами читаем дальше, то мы на страницах Священного Писания находим, что уже после воскресения Христос опять некоторым являлся в Своей славе. Помните, очень удивительно, когда мы приходим в Деяния апостолов, то мы здесь находим, опять-таки, нам в 9 главе описывается событие, когда сам Господь явился по дороге Савлу. Помните, мы читаем в 9 главе, здесь нам описаны такие слова, что когда же Савл шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». И посмотрите, 6 стих, «Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо б наделать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. И мы видим, что он пришел, да, и три дня он не видел, и не ел, и не пил. Еще мы читаем очень удивительное событие, это когда в Откровении Иоанна, помните, здесь в первой главе нам описывает сам Иоанн, этот же ученик, следующее событие. Мы читаем с 10 стиха, он говорит, «Я был в духе в день воскресный, и слышал, посади себя, громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напишу в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асе. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говорившись со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненная, и ноги у него, подобно Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти. Это был воскресший Иисус. Вот посмотрите, друзья, мы находим на страницах Писания, что Господь показывал людям себя прославленного. Один раз это было еще до смерти, и два раза мы находим в Писании, что это произошло уже после воскресения. Вы знаете, когда Христос находился на земле, то мы видим, что люди прикасались к нему, просто разговаривали, трогали. Мы видим, что Иоанн даже мог лежать на груди у него. Другие люди насмехались над ним. И это проходило. Били его, в конце концов, даже убили, и все, как бы ничего. Абсолютно, да? Люди обращались с Ним, ну, как с простым человеком. Абсолютно. Но вы знаете, друзья, что удивительно, Господь Иисус в молитве первосвесеннической за несколько часов до своей смерти, мы читаем, когда Он молился Отцу, в 17 главе, в 24 стихе, Он обращается к Отцу с такой просьбой. И Он говорит, Отче молится за учеников, да видят славу Мою. Господь хотел, чтобы мы, как ученики, видели славу, славу Его. Да, конечно, ту, которую мы увидим в полноте там в небе, но Господь молился, чтобы мы видели Его славу. Вы знаете, то, что произошло на горе преображения, и то, что потом произошло с Авлом, и то, что произошло с Иоанном, это действительно очень важные события. И эти события, они научают нас чему-то, показывают и к чему-то нас призывают. Вы знаете, друзья, в первую очередь, на что я хотел бы обратить наше внимание, когда мы прочитывали вот эти три места, и не зря вот мы прочитали все этих три события, я думаю, что нам невозможно не обратить внимание на то, насколько вот явление славы Иисуса Христа было величественно. Это действительно было великолепно, это было чудно, да, это, ну, если так можно выразиться, да, это, ну, явление света и святости. Но вот это видение, которое видели люди, да, оно в них в первую очередь производило какое чувство? Страх. Производило страх. Вы знаете, дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы на вот это обратили внимание, почему Господь хотел, чтобы мы уже в жизни могли рассуждать, знать и видеть внутренними очами славу Господа. Во-первых, это производит глубокий страх. Вы знаете, когда мы с вами говорим о страхе, о страхе Божьем, то мы зачастую расходимся во мнении и у нас несколько, ну, так сказать, пониманий. Некоторые говорят, что страх это, ну, где-то не должно быть у христианина. Здесь речь идет о чем-то другим, потому что в Библии много мест, которые нам говорят о страхе. Чтобы народ Божий имел страх, где нам говорится, что начало мудрости и страх Господень и так дальше, да. И некоторые объясняют и говорят, что это не страх перед самим Богом, а это как бы страх огорчить Господа. Но вы знаете, друзья, когда мы читаем вот эти места Священного Писания, нам здесь абсолютно ничего не говорится о понимании этих людей, что они чем-то могли оскорбить Бога, вот находясь там перед Ним. Совершенно нет. Просто вот эта плотская греховная сущность живого человека на земле, она не выдерживала присутствия святости Божьей. И человек приходил в страх и в трепет мы находим, да. Удивительные места, которые мы читаем, да. люди просто падали. Люди приходили в трепет и так дальше. Вы знаете, друзья, я бы хотел обратить наше внимание на то, что это подлинно страх. Это не просто вот, знаете, опасение оскорбить или еще что-то, а это настоящий страх. И вы знаете, нам Писание говорит о том, чтобы мы об этом помнили. Вы знаете, очень удивительно, апостол Павел, когда мы читаем евреям, то посмотрите, он здесь в 12 главе описывает удивительные события, когда он говорит о том, что происходило с израильским народом. И посмотрите, он здесь говорит даже о Моисее. В 21 стихе он говорит, столь ужасно было это видение, когда Господь явился на горе Синаи, да. Смотрите, что и Моисей сказал, я в страхе и в трепете. И посмотрите, дальше, заканчивая эту же главу, мы видим, смотрите, 28 стих, он говорит, итак, мы приемля царство непоколебимое будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Но здесь, наверное, нам еще тяжелее, потому что мы с вами очень хорошо понимаем, что Бог есть любовь. И когда мы с вами говорим о том, что Бог есть любовь, и вдруг кто-то говорит, что Господь есть огонь поедающий, должен быть какой-то страх, то опять какое-то несовмещение происходит. Если нас человек особо любит, то у нас как бы нету страха, а если в руках у человека огонь поедающий, то мы естественно от него подальше где-то будем. Что же происходит? Знаете, друзья, я хотел бы в первую очередь, чтобы все-таки мы обратили внимание на то, что нам описаны эти события для того, чтобы мы имели понимание, что в присутствии славы Божьей мы люди ощущаем страх. Господь велик, Господь севят, Он чист, Он силен, Он огонь, и в этом понимании у нас проявляется страх. Знаете, мы иногда вот так, когда разговариваем где-то друг с другом, и мы если видим, что кто-то из людей не поступает правильно, справедливо, или еще что-то, да, мы иногда так высказываемся, и мы говорим, страха нет у человека, да, Бога не боится. Знаете, очень удивительно, мы, когда приходим вот в книгу Бытие, то помните, здесь в 20-й главе нам описано событие, которое произошло у Авраама с Авимелехом, царем Гераским, когда он находился в пределах Филистимских, да, и я не буду все это событие считать, но когда мы видим, что Авимелех заговорил с ним и сказал Авимелех Аврааму, это 10-й стих 20-й главы, что ты имел в виду, когда дел это дело? Авраам сказал, я подумал, что нет на месте всем страха Божия. Он говорит, вот то, что я сделал и то, что я сказал по одной причине, я подумал, я думал, что на этом месте среди этих людей нету страха Божия. Поймите, что говорит Авраам. Он ясно понимал, что если нету страха Божия, то человек способен на любой грех и на любое зло. Хоть на чем. Если нету страха Божий, то человек способен на все. И Авраам это ясно понимал. И он говорит, я, говорит, боялся, потому что я подумал, что здесь, говорит, нету страха Божия. Страх Божий это действительно то, что каждый человек по идее должен иметь, ощущать, если он имеет представление или имел встречу с вот этой славой, которая нам показана слави Бога или слава Господа Иисуса Христа. Вы знаете, стоит как бы такой вопрос очень как бы интересный, что мы очень часто с вами рассуждаем и когда, например, мы приходим на вечерю, то мы говорим, это святыня, будьте осторожны, или мы говорим о Слове Божьем и мы говорим это Святое Слово, Святое Писание, значит, относиться, как мы должны. Вы знаете, я бы хотел вот просто как бы задать каждому из нас где-то такой вопрос, да, вот мы с вами, когда говорим о таких вещах, то испытываем ли мы страх Божий? Испытываем ли мы страх перед, скажем, народом Божиим, который освящен для Бога перед Церковью? Испытываем ли мы страх перед Святыней Господней как Слово Его, как Вечеря? Испытываем ли мы страх тогда, когда мы имеем дело друг с другом, как члены Церкви? Есть ли у нас страх и понимание того, что другой брат или сестра, они также освящены перед Богом? Это Святыня Господня. Вы знаете, если у нас есть такое понимание, да, тогда у нас будет страх в нашем отношении, да, наш язык, наша разговорная речь, наше поведение и так дальше, да, все будет совершенно другое. Вы знаете, очень интересно, да, когда мы говорим вот именно об этом, то мы не можем не заметить другую сторону. Когда нам показываются вот эти события, да, нам одновременно показывается и нечто другое. А что именно? Ну вот посмотрите, Петр, испытывая вот этот страх, находясь в трепете вместе с учениками, он оборачивается и говорит Христу такие слова. Нам говорит, хорошо здесь быть. Ну, а как это? Дорогие братья и сестры, а как это? Ну, если мы с вами испытываем страх, то наша первая реакция какая? Бежать, удаляться. А Петр говорит, Господи, нам так хорошо, говорит, здесь быть. Тот же самый Петр и Иоанн, да, апостол Павел позже, они о встрече с Господом говорят в таких возвышенных словах, в таких фразах, они это говорят с таким благоговением, с таким восторгом, когда читаешь то, что они говорят, у нас внутренне просыпается вот это желание, да, вот нам бы там побыть, да, нам бы явился Господь в своей славе. А почему это? Как можно совместить вот эти вещи? Как можно совместить вот этот страх, подлинный страх, не просто нежелание кого-то оскорбить, как это часто говорится, а подлинный истинный страх, перед которым, от которого люди падают, трепещут, в трепете, Моисей говорит, я в страхе, в трепете. И этот же Моисей поворачивается к Господу, да, в страхе, в трепете, находясь там, он говорит, Господи, еще говорит одно, покажи, говорит, мне славу твое, я, говорит, еще немножко больше хочу, вот, вот как это понять, как это уразуметь, дорогие братья и сестры. Вы знаете, я бы хотел, чтобы мы с вами поняли одну такую, как бы, ну, важную истину, да, что явление святости Божией, оно подлинно, до конца открывает святость, чистоту и источник жизни, который человек просто духом своим воспринимает, да, но до конца не может ни объяснить, ни в физическом теле пережить. Господь, помните, как Моисей сказал, не может, говорит, никто видит лицо мое, не может, говорит, человек умрет, говорит, если увидит, но наш дух к вот этой чистоте, к святости и к вот этому источнику жизни, да, он притягивается, мы ощущаем, мы видим, да, у нас все внутренне загорается от вот этого соприкосновения с вот тем, что есть сам Бог, сам Иисус Христос. Вы знаете, друзья, апостол Павлу, когда Господь явился, прошло какое-то время, его жизнь полностью изменилась, он потом заявляет, и он говорит, я от всего, говорит, отказался. Помните Филиппийца в третьей главе, он говорит, я все посчитаю за ссор, за мусор, говорит, ради одного, чтобы, говорит, познать его и познать вот эту силу, говорит, его воскресенье. После того, как он испытал, как он тянулся к этому, да, он всеми силами, всеми фибрами души, да, он хотел больше и больше, ближе осознать, приблизиться, вкусить, раскусить как-то, да. Посмотрите, какое чудное желание, влечение вызывает вот это прикосновение непосредственно со святостью нашего Господа. А теперь я бы хотел перейти к нам немножко, друзья. Говоря обо всем этом, вы знаете, есть удивительное место, когда мы с вами приходим, книга пророка Иеремия, и мы здесь в 23 главе читаем такие слова удивительные, Господь говорит с 23 стиха. Он говорит, «Разве я Бог только вблизи?» говорит Господь, а не Бог и вдали. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» говорит Господь. «Не наполняй ли я небо и землю?» говорит Господь. Господь обращается и Он говорит, «Вот, я бы хотел чтобы вы видели славу». Не всем Господь это позволяет, но Он нам задает вопрос. Вот, где-то там мы понимаем Господь в Своей славе, но Он говорит, «Разве я только Бог вблизи? А когда я вдали, то я не Бог?» Или говорит, «Я, как Он здесь заявляет, я не вижу?» «Я же, говорит, все наполняю». Посмотрите, очень удивительно, мы с вами приходим к книгу Псалмов, и здесь мы находим удивительные опять слова. Посмотрите, мы читаем в 32-м Псалме, и в 13-м стихе нам говорится такие слова, «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих». Знаете, Давид удивительно говорит, что в утробе матери видели меня, говорят, очи твои, когда как тканью ты соткал меня. Знаете, очень удивительно, как-то у меня был разговор не так давно, так вот мы сидели, общались верующие, и так что-то мы заговорили о наших, скажем, ну, о жизни, там, да, что-то так, о Господе, и когда мы разговаривали, и как-то мы о ком-то говорили, там, о детях, и мы говорим, вот чудно Господь сделал, так вот, вот такие родители, а глаза у этого ребенка, вот, совсем другого цвета, и волосы никак не у папы, не у мамы, да, еще что-то, и вот мы так разговаривали, и вы знаете, так, один за одним люди как-то начали высказываться, верующие говорят, ну, там говорит, видимо, кто-то, там, бабушка, прабабушка, там, и так дальше, я как-то, знаете, повел дальше разговор, я говорю, ну, вот, в нашей жизни, вот, если так все нормально, даже подрастает наша молодежь, ребята, девчата, они, вот, как бы, находят друг друга, ну, да, мы где-то общаемся, все, ну, этим руководит, если все правильно, этим руководит Господь, как-то, другие говорят, ну, в принципе, человек, как бы, ну, сам делает, ну, выбор, ну, да, как-то, да, и вы знаете, идет, идет разговор, и я смотрю, я тогда прямо задал вопрос, я говорю, дорогие братья, вот, как вы считаете, Господь вникает, вот, во все эти дела, каким цветом глаза, каким цветом волосы, с кем человек встретился там, или еще что-то, и вы знаете, мнение разошлось, люди говорят, что, ну, в такие-то мелочи Господь, как бы, и не вникает, глаза, ну, какие получились, такие получились, да, как там, от прародителей, гены какие-то, а Давид говорит, твои, говорит, очи видели, твоя рука соткала, или, помните, как сам Иисус Христос говорит, у вас волосы на голове сочтены, и вот сколько сегодня выпадет волос, я в контроле этого, мы говорим, Богу до этого какое-то дело, дорогие братья и сестры, да, Бог все это контролирует, и вы знаете, очень удивительно, когда мы говорим об этом, посмотрите, мы находим в Псалме в 138, Давид опять-таки заявляет, и он, посмотрите, говорит, он говорит Богу, Господи, Ты знаешь, второй стих, когда я сажусь, и когда встаю, Ты разумеешь, помышления мои, издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои, известны Тебе, еще не целованно языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно, сзади и спереди, Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою, дивно для меня, видение Твое, высоко, не могу постигнуть его, и посмотрите дальше, Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты, возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука Твоя, поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Вы знаете, дорогие братья и сестры, я просто хотел бы, чтобы когда мы говорим обо всех вот этих истинах, мы могли реально задумываться о том, что тот Господь, который был на горе Преображения, тот Господь, который явился Савву, явился Иоанну на острове Патмосе, он тот же наполняет и видит нас сейчас, и не только сейчас, а каждую минуту, в каждом движении нашей жизни, и не только движение наших рук, ног, языка, глаз, или еще что-то, а и наших мыслей даже. Почему мы обо всем этом говорим, друзья? Когда мы читаем, что Господь являлся вот своей славой так явно, то мы видим, что все люди приходили в страх, в трепет, в благоговение, и испытывали вот это влечение к чистоте. И я бы хотел сегодня задать вопрос каждому из нас. Мы внутренними нашими очами видим то, что видел Петр, Иоанн, Иаков, Саул, или мы этого не видим? Вы знаете, интересно, мы читаем с вами во втором послании к Оринфинам, апостол Павел говорит очень удивительные слова. Он обращается непосредственно уже к нам, и посмотрите, в третьей главе мы читаем 17-18 стихи, он говорит, «Господь есть дух, а где дух Господень, там свободна». Там свобода. И посмотрите 18-й стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Апостол Павел видел внутренними очами постоянно перед собой эту славу Господню. И потому он изо дня в день просто преображался. Вы знаете, это то, что мы с вами называем иногда духовный рост. То, что Павел Ефесян нам говорит, «Доколе все придем в меру полного возраста». Да? Духовный рост. И я бы хотел сегодня, дорогие братья и сестры, вот в этот праздник, чтобы мы задумались очень серьезно. Да? Вот видим ли мы славу Господню? Если мы видим, испытываем ли мы страх? Есть ли в нас страх Божий? Есть ли у нас тяготение к святому и чистому? Или этого нет? Сегодня мы живем в такое время, где, вы знаете, сатана предпринимает все возможные меры к тому, чтобы исказить у нас понятие о Боге. когда мы с вами читаем Матфея в 24 главе, то нам говорится, что последнее время перед пришествием Господа, оно будет отличаться тем, Господь говорит, «Берегитесь, чтобы кто не предстил вас, ибо многие придут под именем Моим». И сегодня мы говорим, «Ну да, там вот где-то на Украине город солнце, туда кто-то там едет, еще что-то там, это вот они». Но я бы сказал, братья и сестры, есть гораздо более коварная линия вот этого обольщения. тогда, когда нам преподносится понятие о Боге, но искаженное. Почему сегодня многие настолько, так будем говорить, расслабленно, свободно так, да, относятся? В ихнем понимании перед Господом можно и попрыгать, Бог это что-то, знаете, с Ним можно поговорить, руку на Него положить, договориться о чем-то, все это как-то вы знаете, это как раз и есть то, о чем предупредил Господь. Это есть те, которые проповедуют, как Павел говорит Коринтинам, другого Христа, другого Христа. Но есть истинный Христос, который отражен на страницах Священного Писания, перед которым трепещут люди, от которого бежит небо и земля и сегодня нам Господь в этот праздник показывает это. И Он говорит, истинный человек Божий, который имеет внутреннее видение святости Божией, он будет ходить в страхе перед Богом, в глубоком смирении, и у него будет неимоверное тяготение к источнику света, источнику жизни и источнику святости. Я бы хотел, заканчивая наши рассуждения, призвать нас к тому, чтобы мы склонились сейчас перед Господом и, знаете, помолились о том, о чем молился Павел, да, он говорит, хочу познать его, хочу увидеть. Помните, когда-то Фома сказал, Господи, покажи нам Отца и довольность нас, да, вот как бы хотелось, чтобы у нас внутренне было вот это желание, Господи, хочу увидеть, хочу увидеть Тебя, хочу видеть славу Твую, как когда-то сказал Моисей, да, для этого, знаете, нам необходимо в таком страхе в благоговении и с таким желанием, да, подойти к Господу, проверяя свою жизнь, может быть, что-то надо исправить, убрать, да, но я бы хотел, друзья, чтобы в этот праздник у нас загорелось вот то, что так помнили ученики и так важно для нас, для нашей жизни и то, о чем молился Господь и Он просил, да видят мои ученики, славу мою. Аминь.